Кашин Джамар Тимеевич, а если этот вопрос вам переадресовать, вы могли бы несколько слов сказать на эту тему? Вот по вопросу Фёдора Лукьянова. Насчёт кто ближе к Богу, окажется? Нет, насчёт... Это тоже интересный вопрос. Вы сказали ваши речи о глобальном лидерстве Казахстана в вопросах ядерного разоружения. Это безусловно имеет отношение. Политической безопасности, вот несколько слов. Действительно, у нас есть и моральное, и политическое право говорить об этом, потому что указом президента в 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. И с тех пор мы говорим о важности ядерного разоружения. При этом понимаем, что, конечно же, эта проблема очень сложная. По сути дела, договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года не работает. Появились де-факто ядерные государства. Появились так называемые пороговые государства. Но по-любому надо, конечно же, стремиться к безъядерному миру. И поэтому Казахстан был и остается приверженцем именно такого мира. Ну а все остальное, это, конечно же, за членами ядерного клуба, за теми государствами, которые хотят стать ядерными. Но обладание ядерным оружием в современном мире, это не есть гарантия безопасности и особенно экономического процветания. Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике. Саддам Хусейн тоже так думал. Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН, систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия. Мы очень тесно и глубоко занимаемся вопросами гуманитарного сотрудничества. Я сейчас не буду все перечислять. И региональное взаимодействие очень на высоком уровне находится. Я сейчас не говорю об инфраструктуре, которая развивается, совместная инфраструктура. Но пограничные провинции Китая и соответствующие субъекты Российской Федерации на Дальнем Востоке очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Поэтому это целый комплекс, набор взаимодействия. При этом, хочу это особенно подчеркнуть, мы никогда не делали и не делаем чего. Мы не дружим и не работаем вместе против кого бы то ни было. Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok